На автобусах приехала сюда в Милан, чтобы поддержать свою команду. Конечно же, российским болельщикам смешно все это слышать. Вы привыкли путешествовать на электричках, пешком, на машинах из Петербурга в Владивосток, чтобы поболеть за свою любимую команду. Но здесь немножко другие традиции. Люди больше привыкли к комфорту, но все-таки любовь к футболу, любовь к своей команде заставила, ну, где-то, мне кажется, тысячи-полторы-две болельщиков Барса добраться до стадиона Сан-Сиро, и они сейчас, вот их увидят, выходящие из-под трибунного помещения, футболисты справа от себя, на самом верху. Не знаю, будет ли слышно болельщиков Барселоны, потому что 75 с лишним тысяч человек это болельщики Интера, и на левой трибуне сейчас поднимаются белые, голубые, желтые картонки, которые выкладывают слово, сейчас, наверное, вам покажут, а я попробую разобрать, что же написано. Мадрид, Мадрид выложено вот этими красивыми картоночками. Интер мечтает попасть в Мадрид. Интер мечтает выиграть Лигу Чемпионов. Барселона-то что? Барселона, она действующий обладатель Кубка Чемпионов. Но представьте себе, вот во всей этой ситуации, которую переживает Европа и переживает весь мир, звучит гимн Лиги Чемпионов! Жизнь продолжается, господа! Вот оно, доказательство! Все нормально, люди играют в футбол. Вот честно вам скажу, как бойцам на душу. Пять дней ваш комментатор добирался сюда, разве что не на велосипеде. И вот ради этого, собственно, мы все здесь и собрались. Итак, представьте себе интригу Барселона, которая может сыграть и выиграть второй подряд Кубок Чемпионов на стадионе своего главного соперника, Мадридского Реала, который выбыл из Лиги Чемпионов. Пеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции довольно цинично и, я бы сказал, жестоко пошутил. Ладно, сказал Пеп Гвардиола, мы-то на автобусе приехали, а кое-кто сидит и смотрит этот полуфинал по телевизору. Естественно, он намекнул на своих соперников из Мадридского Реала. Ну а полностью то, что выложила огромная слева от нас располагающаяся трибуна Интера, было написано так, Мадрид, мы туда поедем вместе. Итак, помимо того, что Барса может сыграть в Мадриде на Сантьего-Бернабелу финал Лиги Чемпионов, Интер впервые, подумайте только, за 45 лет может сыграть в финале Кубка Чемпионов, теперь Лиги Чемпионов и выиграть этот турнир. Со времен великого Эленио Эрреры, человека, который эпохальная, в общем, безусловно, фигура для мирового футбола, не только итальянского, вот с тех пор Интер не выигрывал Кубок Чемпионов. Представляете, какая мотивация? У Жузе Мауринио и у этой команды, у каждого игрока в черной-синей форме, они все могут войти в историю. Состав Барселоны на ваших экранах, естественно, о составах подробно я вам расскажу и все поясню, потому что, ну, на самом деле сюрпризов нет. Хотя вновь итальянская пресса практически не угадала замысел Жузе Мауринио. Каких только схем я не видел за последние два дня и по телевидению итальянскому, и в итальянских газетах. Ну, например, была идея такая, что Кордуба сыграет правого защитника, а Майкон правого атакующего полузащитника, для того, чтобы на правом своем фланге создать преимущество и выдавать оттуда вот этого человека, Лионеля Месси. Ну и вообще, как сыграть против Месси? В результате Жузе Мауринио выставил абсолютно такой состав, которым, как правило, Интер играет в матчах итальянского чемпионата с группой атаки из четырех человек. Ничего специального Жузе Мауринио по тактике придумывать не стал. Выглядит же это так. В воротах Жюлио Сезар, в обороне справа Майкон, тринадцатый номер, в центральной зоне Лусио, шестой и двадцать пятый Самуэль. Ну и левого защитника играет Тавьер Санетти, он же капитан команды. В средней линии поля пока начали так. Тиаву Мотто, восьмой номер, девятнадцатый номер Камбьясо будут действовать в центральной зоне. Справа располагается Самуэль Этуо, девятый номер, и левее располагается Горан Пандев. У него двадцать седьмой номер. Чуть выше, чуть ближе к чужим воротам Уэсли Снайдер, номер десять. И на первой линии атаки располагается... Вот сейчас опасная ситуация. Ибрагимович своим каратистским ударом носком бутсы попытался переправить мяч в ворота не получилось. Ну, в общем, следили здесь внимательно за ситуацией защитники Интера и голкипер Жюлио Сезар. Так вот, на первой линии атаки, так называемый, под двадцать вторым номером, Диего Мелитто. Ну, на самом деле, вот сейчас, когда Интер вводит мяч в игру, четко видно, что Интер играет все-таки в три нападающих. Слева, слева Пандев, справа Этуо, и в центре Мелитто. Ну, конечно, они будут меняться местами, перемещаться в зависимости от того, кто владеет мячом. Один из советов, который давали специалисты Интеру. Заберите мяч, отберите его у Барселоны и попробуйте сами сыграть в футбол, а не от обороны и отдавая инициативу Барсе. Посмотрим, пока мяч как раз у Барселоны. В состав следующий Виктор Вальдес в воротах, который, прибыв в Милан и выйдя из автобуса, первым делом сказал, «Я бы на полуфинал Лиги Чемпионов и пешком бы пришел». Пуёль сегодня действует на месте центрального защитника. У него пятый номер, рядом с ним по третий номер в пике. Справа Данилялвиш, второй номер. И слева Максвелл, девятнадцатый номер. Почему я на Пуёле заострил внимание? Это просто потому, что, опять-таки, эксперты, предполагая, как играть будет Барселона, думали, что под Майкона, который считается одним из самых опасных игроков на фланге у Интера, под Майкона будет поставлен Пуёль. Ничего подобного. И Гвардиолы тоже не стал мудрить и перемещать игроков туда-сюда. Посмотрим. Милитов в вратной площади. Прострельная передача. Открывать счет можно было бы, если бы мяч не полетел чуть вверх. Не дошло дело до удара поворотов. Вы чувствуете, какая большая игра? Эх! На стадионе БМ. Как это ощущалось? Вам всем? Но я надеюсь, с помощью телевизионной картинки тоже будет интересно. Итак, в средней линии поля и в атаке у Барселоны более-менее все как обычно, учитывая травму Иньесты и то, что Тири Андрей нерегулярно в последнее время играет. Харри, 6-й номер, 16-й Бускетс, 15-й Кита, 17-й Педро Родригес, 9-й Еврагимович и 10-й Месси. Месси пока что перемещается по всей ширине поля. Я примерно схем 20 видел в разных итальянских газетах, как можно играть против Месси, в какой зоне его встречать, как выдавливать, как не давать принимать ему мяч. Еще один совет, который давали итальянские эксперты, бывшие тренеры различных команд, Жузе Мауринио, это сыграть в прессинг. Причем в прессинг с первой минуты. Но пока, честно говоря, особого прессинга со стороны Интера не наблюдается и не наблюдается владение мячом. Мяч у Барселоны и Барселона выполняет штрафной. Подача в глубину в сторону Педро Родригеса. И показывает арбитр, что нужно вводить мяч в игру от углового флага. А в арбитрах отдельно после подачи. После подачи от углового флага испанк-каталонцы. Да, все-таки так правильнее. Собираются, видимо, разыграть мяч, поскольку их там двое около углового флага. Хави и Месси. Хави с буквой Х здесь никто в Италии, по крайней мере, не называет. Или Хави, или Чави. Но мы, как больше привыкли, так на русский лад уж не будем ничего менять. Подача в штрафную площадь опасна! Могло быть! Справляется Интер. И звучит свисток как раз вот этого самого арбитра Олегарио Бенкуренша. Помогают ему Жозе Мануэль Сильва Кардиналь и Бертино Миранда. Все арбитры португальцы. А почему, собственно, на них надо было заострить внимание? Ну, вы же понимаете, лететь на самолете из Португалии дальше, чем из Испании, и ехать на автобусе невозможно. Это все-таки действительно очень далеко. Арбитрам повезло. Они умудрились попасть в двухчасовое окно, когда был открыт аэропорт Мальпенцы. Вчера вечером. И в Лиссабоне аэропорт открыт все время. Одна из немногих стран, откуда можно хоть как-то вылететь. И все-таки умудрились они приехать на эту игру. Так что менять арбитров у Ефа не пришлось. Барселона в атаке. Мяч на правом фланге. Следует подача в сторону Месси. Месси высоковато для него был мяч. Поэтому подработать себе одним касанием под удар не удалось. Смотрите, как притингует вдвоем Месси. Какой дриблинг! Ну-ка! Что португальцы? Португальцы молчат. И тут же контратака Интера. Интера не слушается советов экспертов. Пока что большое преимущество Барселоны. Но все должны быть приучены к тому, что Барса, как правило, играет сама в держании мяча, в контроль мяча. Ну а Интер все-таки присутствует так или иначе. Эленио Эрреры и того Катеначу, который он поставил Интеру. Удар мимо ворота. Но так или иначе присутствует. Как бы другие тренеры не хотели поменять что-то в игре Интера и в особенности. Но понятно, что ничего здесь не было. На более атакующую модель все-таки вот эта аура оборонительного футбола, она как-то присутствует. Поэтому не удивляйтесь. Я обращаюсь в первую очередь к тем из вас, кто нерегулярно смотрит футбол и не следит внимательно за жизнью Интера в итальянском чемпионате и за жизнью Барсы в чемпионате Испании. Пока, в общем, все достаточно прогнозируемо, на мой взгляд, развивается. Барса больше владеет мячом. Интер будет контратаковать. Нападение у Интера сумасшедшее. Здесь даже можно поспорить, у кого оно сильнее. На мой взгляд, группа атаки у Интера, ну, скажем так, одна из лучших в мире. Мы не будем сравнивать с Барселоной, да, потому что это лучший клуб мира. И не будем оскорблять чувства многочисленных болельщиков в Барселоне. Очень сильное нападение у Интера. Это их козырь. Напомню, что эти команды уже встречались в групповом турнире. И приятная ремарочка. Чемпион России, Казанский Рубин, единственный клуб, который обыграл Барселону в этой лиге чемпионов. Как вы помните, такое не забывается. Победа на Компноу в групповом турнире. Эти две команды играли в групповом турнире, естественно, тоже. Два раза. Ничья и победа Барселоны. Ну, причем по игре преимущество Барса было существенным. Если вы помните групповую матч здесь на Асан-Сиро, то, в общем, Интер с трудом выходил со своей половины поля. Пока где-то похожая ситуация. Может быть, Барса не так давит, как это было в матче группового турнира. Тем не менее, пока по владению мячом явно большое преимущество Барселоны. На правом фланге развивается атака. Там, естественно, очень активен Даниил Ауиш. Чем интересно это противостояние? Два лучших защитника мира. Безусловно, я думаю, здесь безотносительно симпатий или антипатий к бразильскому футболу. Два человека, которые конкурируют. Представьте себе между собой за место в основе бразильской сборной. Потому что сложно представить и того, и другого на левом, например, фланге. Пока Майкл, вроде как, имеет чуть больше шансов играть в основном составе сборной Бразилии. Но вот удивительно, какой выбор футболистов у Дунги. Все-таки мы держим в уме приближающийся чемпионат мира. Вот как раз Майкл с мячом. Два конкурента. Два блистательных футболиста. Два мастера высочайшего экстра-класса. Майкл и Дани Ауиш. Поэтому неудивительно, что атаки пока и той, и другой команды чуть больше развиваются через правый фланг. Ну, впрочем, об атаках Интера пока что говорить, наверное, прежде время. Горан Пандев, у меня такое впечатление изменил в прическу. Что-то у него волос стало на голове значительно меньше, чем в предыдущих матчах с участием Интера. Есть подозрение, что Пандева выпустил Жозе Мауриню под как раз Алвеса для того, чтобы сдерживать подключение Бразилии в атаку. Но это так в качестве гипотезы. Пандев может хорошо и атаку своей команды поддержать. Хотя итальянцы говорят и пишут о том, что Пандев немножко сейчас не в форме. Он же летом из-за конфликта с руководством Лацио не тренировался практически. Выдал серию ярких матчей после перехода в зимнее трансферное окно в новую команду. Вот сейчас может быть контратака через левую зону. Нет, здесь положение вне игры. А влево Суэль, отдай пас. Но все на такой скорости происходило, что оценить эту ситуацию по-другому Суэлю ЭТО было очень сложно. Вот смотрите, налево, да? Всем нам кажется, как хорошо анализировать футбол, сидя в кресле или на трибуне. А там все в мгновении ока, доли секунды. Может быть он и не видел Суэль ЭТО, того человека, который слева от него был. Он видел, среагировал, в мгновение ока сделал туда передачу. Ну и кстати, офсайта был на тонике. Десять минут. Десять минут хорошего футбола. И на самом деле игра более, как мне кажется, живая, чем можно было бы предполагать. Учитывая значение этого матча и учитывая значение любого забитого мяча на выезде. В те или иные ворота, в зависимости от того, какая команда играет на выезде. Ну в данном случае это Барса. Случайно сейчас шипами наступил на кисть руки Алвесу игрок Интера. Ну самое главное, что это не ноги, поэтому в крайнем случае повязочку наложат и все будет нормально. Белькают тренеры на наших с вами экранах. Пеп Гвардиола и Жозе Маурини. Любопытнейшая история. Один из них тренировал другого. Так уж получилось. При этом один из них играл в футбол, а другой нет. И вот как раз тот, кто не играл, тренировал того, кто играл. Немножко я вас запутал. Конечно же речь идет о Жозе Мауринио, который был помощник переводчиком у Бобби Робсона, сэра Бобби Робсона в Барселоне, когда там играл Гвардио. Даже уже тогда он пошел на повышение и был вторым тренером. Представляете, как любопытно все в этом мире происходит. Нарушение правил. Нарушение правил с листок арбитра пока без ударов к поворотам проходит эта игра. Неудивительно, что именно так в данный момент. И первая желтая карточка в матче. Вручается она Самуэлю Этоо. 0-0 пока. И Барселона начинает со своей половины поля. Бускетс делает передачу одному из главных людей в построении игры в Барселоне. Хави Эрнандес. Человек, который практически не делает неточных передач. Ну, если вам интересно, вы можете взять ручку и карандаш и просто посчитать, сколько мячей получает Хави и сколько он их теряет. получите удивительные показатели, я вас уверяю, в конце матча. Пике. Дьебо Мелито. Его пресенгуют. Вариант, который рассматривали эксперты. Куйоль на месте левого защитника. И другой Мелито. Гави Мелито. Брат Дьебо Мелито. Но пока что брат на брат у нас не пошел. Всего лишь три случая, кстати, в истории. Представляете, всего лишь три случая в истории турниров УЕФА было, когда братья друг против друга играли. Ну, посмотрим, вряд ли сегодня это состоится, поскольку все-таки защитник выходит на замену только в случае травм. Пожелаем футболистам обеих команд обойтись без травм. И без моментов пока проходит этот полуфинал. Лусио с мячом. Интер пытается начать свою атаку. Интер довольно легко и непринужденно обыграл Ювентус в последнем пуре чемпионата Италии. Обе команды провели сложные, достаточно сложные поединки, ну, учитывая не очень хорошее состояние Ювентуса нынешнее. Барселона сыграла 0-0 в дерби с Испаньолом. Какой бы ни был Испаньол в дерби. Это и есть дерби. Соответственно, тратится определенные силы, энергии и так далее. Ну, и представьте, после этого Барселона едет на автобус. Еще раз хочется подчеркнуть. Вот на самом деле, кроме уважения огромного Барселона, никаких других чувств не вызывает. Знаете почему? Потому что вот нигде, никто, ни один игрок, ни Ибрагимович, у которого длиннющий язык, он может позволить себе все что угодно, ни один, ни игрок, ни руководитель, ни тренер Барселоны не заикнулся даже о том, что, дескать, нам было тяжело, а что это за безобразие, а почему нам не прислали космический корабль, а почему для нас не расчистили небо. Абсолютно нормальные, приземленные люди. И вот те журналисты, которые были свидетелями исторического выхода команды Барселоны из-за автобуса на шоссе Марсель-Канне, и поведение игроков, их общение с совершенно простыми людьми, которых, ну, вы просто себе не представляете, что на самом деле здесь происходит в Европе, в смысле перемещения людей из одного города в другой, фотографировались, давали автографы, абсолютно никакого пафоса и никакого поведения, которое бы выдало в этих людях звезд мирового масштаба. Кстати, совершенно точно так же, так к слову, пришлось, ведет себя Андрей Аршавин, убедился в этом лично сам, вот буквально несколько дней назад. Вернемся на футбольное поле. Очередно у нас здесь падение. Ну, кстати, довольно корректно проходит игра, и очень отрадно, я думаю, что Интер корректно действует против Месси, потому что идея с выходом Кордубы под Месси, это было бы страшновато. Ну, пока вполне уважительно, корректно. Безусловно, есть одиноборство. Не очень сложный матч к этой минуте для главного амбитра сегодняшнего противостояния Олигарио Бенкоренши. Естественно, рассуждали о том, что он соотечественник главного тренера Интера, но здесь вроде как никакого конфликта интереса. Насколько я знаю, сейчас в России весьма актуальна тема трех пенальти. Сам не видел, но все-таки существует интернет, очень полезное, как выясняется, изобретение человечества в определенных ситуациях. Так вот, по поводу трех пенальти за тайм, как-то не смешно, но вот именно арбитр сегодняшнего полуфинала Олигарио Бенкоренша назначил три пенальти только не в одном тайме, а в одном матче. И это было в матче, когда играла команда Леерия, который тренировал тогда Жозе Мауриню. Представляете, какая замечательная история. И, естественно, журналисты ее припоминали, еще не зная, приедет ли португальский арбитр на эту встречу. Ну что, в довольно спокойном темпе проходит игра. Конечно же, не мог совсем бесследно пройти для Барселоны переезд. Конечно же, шутили по поводу того, что команды 2-го, 3-го дивизиона в Испании, в Португалии, во Франции, страны-то все-таки достаточно большие по своим масштабам. Только делают, что ездят на автобусах, и ничего вроде как страшного в этом нет. Но все равно, конечно, подготовка была скомкана. Это добивание! Мейту! И вот так, в довольно спокойной обстановке, рождается первый голевой момент в матче. Это Интер! Уцепив бдительность Барселоны, украл мяч. И едва не открыл счет. Буйоль вынужден безотрясно отправлять мяч в сторону Ибрагимовича. Заметьте, что пока не заметен Месси. Хотя один раз он уже здорово сыграл. И это при том, что Интер не грубо играет против него! Можно играть! Алвес разряжает обстановку. Барса пытается зацепиться за мяч. И вот вы можете записать себе напротив Хави первая неточная передача. Ревет Сансиро! Подпрыгивают и подскакивают коллеги-итальянские комментаторы. Конечно же, болельщику Милана сложно симпатизировать Интеру. Конечно же, сложно болельщику Ювентуса симпатизировать Интеру. Вчера удалось пообщаться с Какой Каладзе, который, пользуясь случаем, просил всем своим поклонникам в России передать большой привет. Он очень надеется вернуться в футбол. Он здоров, все нормально, но просто так сейчас сложилась в Милане ситуация. Так вот, там помимо Кахабера Каладзе еще были другие миланские люди, миланисты. Я предложил поболеть сегодня за Интер. Они на меня замахали руками. Была такая забавная ситуация. К чему я это говорю? К тому, что Интер – это последняя надежда Италии сохранить четыре команды в Лиге Чемпионов. Германия наступает на пятки, Бавария играет в Лиге Чемпионов, немецкий клуб в Кубке УЕФА. Может быть такой расклад сил, при котором Италия потеряет через три года свое представительство в Лиге Чемпионов. Один в ноль должно быть! И это гол! И это Педро Родригес открывает счет! Барселона выходит вперед, один в ноль. Не забиваешь ты, забивают тебе. Мы с вами только что в этом лишний раз убедились. Бывший игрок Интера, лучше всех знающий этот Казон, даже лучше Ибрагимовича, поскольку Максвелл провел на этом стадионе больше матчей. И смотрите, как протащил мяч. Как же нелепо сыграл Майкун! Зачем он открыл зону? Объясните, почему? Что он делал? Он хотел сделать искусственный офсайд, когда соперник кладеет мячом. Необъяснимый шаг вперед Майкуну! Просто необъяснимый! И блестящая игра еще одного бразильца. Максвелла Педро Родригес расстреливает в ворот. Его никто не держал. Вот вам, пожалуйста, эффект такой, ну, не то чтобы темной лошадки, но все-таки на фоне других звезд Барселоны Педро Родригес игрок менее, скажем так, раскрученный, яркий и так далее. А Максвелл сейчас изобразил Тириан Ри. Просто в его стиле проход и с его позиции. Да, все внимание было на Ибрагимовича, все внимание было на Лионеля Месси. А мечта был адресован Педро Родригесу. И как раз в завершении нашего разговора, да, через три года может так получиться в зависимости от выступлений Интера и двух немецких клубов в этом сезоне УЕФА. Италия может откатиться на четвертое место в суммарном рейтинге УЕФА и пропустить немцев вперед. Тогда у Германии будет четыре клуба в Лиге Чемпионов, а у Италии всего три. Фактор гола на выезде имеет колоссальное значение. Особенно, когда играешь в Барселону. Означает ли это, что все ясно? Нет, конечно же, учитывая фантастическую мотивацию Интера, конечно же, эта команда будет бороться и сегодня, и в ответном матче. Не может быть никаких сомнений. Интер продолжает претендовать на победу во всех трех соревнованиях, в которых команда начала участие в нынешнем сезоне. Со старта этого сезона. А именно, в чемпионате Италии, хотя впереди Рома на одно очко. А именно, в Кубке Италии, где Интер может с этой же Ромой пересечься. И в Лиге Чемпионов. Жозе Муринио заявил вчера, что он уверен, его команда готова бороться за все три титула и сделать таким образом хет-трик. 0-1. Надо раскрываться Интеру чуть-чуть. И вот момент Лучо! Не играет. Барселона с мячом. Ну что, 20 с лишним минут сыграно. Честно говоря, пока не вижу я, какой сюрприз подготовил Муринио в Барселоне. Когда Челси играл с Барселоной, когда Манчестер играл с Барселоной и выбил ее из турнира. И когда Челси почти выбил Барселону из турнира. Тут матч, наверное, многие помнят, когда Челси руководил Гусхиддинг. Там можно обсуждать ту тактику, которую применил Гусхиддинг. Но это было решение. Это было решение. Это был продуманный план. Он был понятен. Еще раз повторяю, о нем можно спорить, учитывая подбор игроков Челси. Но это был план на игру. Было понятно, что хочет Челси. Было понятно, как команда собирается закрыть Барселону. И этот план почти сработал. Что сегодня хочет Интер? В отличие от других каких-то матчей того же чемпионата Италии пока не очень понятно. Играет команда, как обычно она играет. Я не вижу чего-то нового. Но вот за исключением того, что Пандев играет действительно левого полузащитника. Да, Алвес по своему флангу не проходит вперед. Но зато Максвелл на другом фланге. Потрясающе, не правда ли? Вспомните, мы в начале трансляции говорили о том, что итальянские советчики Мауринио, да, многочисленные. Потому что в Италии в футболе разбираются еще лучше, чем в России, как вы понимаете. Все разбираются, но может быть чуть лучше. Буквально на какую-то долю этого самого чуть-чуть. Так вот, предлагали поставить Буйоли налево для того, чтобы Майкона закрывать. А Пеп Бордиола поставил сюда Максвелла. И Максвелл взял этого Майкона, сам обыграл и сделал результативную передачу на Педро Родригеса. 1-0 Барселоны впереди. 24-я минута идет первого полуфинального матча Лиги Чемпионов Уэфа, на которой Барселона два дня ехала на автобусе с остановкой в Каннах. и отлично себя чувствует. Барселона. 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 Это команда Месси, а мы просто команда. Но зато вот с большой буквы команда. Я думаю, это глубочайшее заблуждение. Игра у Барселоны поставлена изумительно. Мы разговаривали по этому поводу с Курбаном Бикевичем Бердыевым после по окончании прошлого сезона. И наставник двукратного чемпиона России как раз делал акцент на том, что когда играешь против Барселоны, сам по-настоящему играешь и готовишься к матчам с этой командой и внимательнейшим образом изучаешь ее. Месси пробует повторить свои арсенальские подвиги. Но, конечно, изучали внимательно все эти маневры Месси футболисты Интера. Но вот маневры Максвелла не изучили. Так вот, наставник Рубина как раз подчеркнул, что игра, именно игра у Барселоны поставлена феноменально. Плюс, конечно же, есть исполнители космического масштаба. Ну что, пока доминирование Барселоны очевидно. Ибрагимович с мячом как-то очень легко и непринужденно действует Барса. Не кажется ли вам, что с запасом действует эта команда? С запасом! При том, что счет уже 1-0 в ее пользу. Но мы никаких выводов не делаем. Что вы? Никаких забеганий вперед. Это большая игра! 75 с лишним тысяч болельщиков на Сан-Сиро гонят свою команду вперед. Вот передача Майкера в сторону Милиту. Чуть-чуть не дошла эта передача. Интеру надо забивать. Уж 1 пропустили. 1-2, это уже не важно. Надо попытаться забить, надо попытаться выиграть этот матч. И тогда уже закрываться на Камп-Ноу. Так что в атакующий футбол должен играть Интер. И схема игровая располагает к этому. Три нападающих сейчас ждут мяч. Вот Пандев пропускает его. Милиту. Милиту с браспатим глубоковатым все-таки находится. Мне кажется, я не знаю, почему Мурини не дает своим команду чуть-чуть крайним нападающим ЭТО и Пандеву играть ближе к центральному нападающему. Но вот как сейчас опасно. Сравнивать счет надо. И не попадает Милиту. Милиту тоже устал. Милиту почти не забивает в последних матчах. И перед этой игрой итальянские журналисты как раз писали о том, что скорее выйдет Болотелли в качестве нападающего, а не Милиту, потому что у Милиту сбился прицел. Ну, не забивает человек. Немножко не в форме он находится. Устал. Ну, и достаточно сказать в подтверждение моих слов четверку по той же самой системе, которая принята у нас в России в центральных спортивных газетах. Вот четверка это, ну, так совсем плохо. Получил Милиту за последний свой матч. Тем не менее, сегодня он на поле и вот два момента было у Диего. Два раза не попал. Ну, может быть, с ним брат какой-то провел предварительную работу. Кто знает. 1-0. Барселона впереди, но моменты все-таки у Интера пусть немного, но есть. Сравнял бы счет Милиту, было бы повеселее. Но стадион стадион настаивает на том, что надо продолжать играть, надо атаковать, надо искать свой шанс. Барселона с удовольствием отдала мяч Интеру. Вот в этом игровом эпизоде, пожалуйста, попробуйте сами что-то создать. Майкон. Максвелл. Этуо довольно крепко стоит на ногах. Ну, я не буду вам напоминать о том, что Этуо и Врагим это уже все было в групповом турнире. Этуо вообще человек вполне, видимо, таких госпополитических взглядов, по крайней мере, замечен он был неоднократно здесь в Милане, в миланском ресторане, где ест команда Милан и футболисты Милана. Этуо совершенно спокойно туда ходит и чувствует себя очень даже комфортно. Поэтому я не думаю, что он испытывает какие-то особые эмоции, играя против своей бывшей команды. Ну, точно так же, как и Ибрагимович. Его, естественно, донимали вопросами, а вот как, с какими чувствами он возвращается на Сансира. Ну, Ибрагимович сказал, что ничего особенного после этого. Никаких особых эмоций дополнительных у него в связи с этим возвращением нет. Хорошая диагональ в сторону Сэмэля Этуо. Ну, вот Этуо свободен, получит передачу. И там Мелитто в пассу района 11 метров. Налево! Сравнивай! Один-один! Уэсли Снайдер! Или как его здесь звонко в Италии называют Снайдер! Снайдер! Один-один! Здесь очень высокие трибуны. Как люди сейчас не падают с верхних ярусов, я не знаю. Я не посмел это перебить. Один-один! Возвращаемся в игру. Месси! Смотрите, его по ногам не бьют уже 30 минут. Правый Интер. Ибрагимович придержал его Лусио. Месси. Хави справа! Справа забегание! Хорошее! Получает передачу! А где же был левый защитник Занетти? Куда ушел? Сейчас вместо него Пандев как раз закрывал эту зону. Занетти сместился. Видите, они как играют? Теперь понятно. Дело в том, что Месси встречает лишний игрок, а именно Занетти бросает свой в левый фланг, а туда опускается Пандев страховать Занетти. Тем самым они пытаются лишить Месси возможности принимать мяч. Я вам рассказывал о том, что примерно схем 25 разных я сегодня видел. где аналитики на диаграммке рисовали, как нужно действовать, чтобы не давать Месси получать мяч. Как-то пронюхали, видимо, болельщики Интера, что квота, которая на Барселону идет, не выкуплена до конца ни одного нет свободного места на стадионе. Просто практически ни одного. Болельщики Барсы вот справа сейчас за воротами своей команды на самом-самом верхнем ярусе пытаются сопротивляться вот этому реву почти 80 тысяч. Вайдетс играет кулаками. Выносит мяч. сейчас психологическое преимущество у хозяев поля Милито я посмотрю в запас Балателли есть, Станкович есть, но в общем варианты для усиления так есть. Ну и у Барселона, конечно, запас очень приличный, но в основном тоже игроки атакующей линии. Ну, хотя нет, разные есть. сейчас очень важный отрезок матча, как мне кажется, если Интеру удастся до конца тайма изменить счет в свою пользу, не пропустив, естественно, при этом может совсем другая игра пойти. Блэйот прессинг, смотрите, как Снайдер, забив гол, активизировался. Ну, вот здесь прессинга нет, спокойно пике дают начать атаку, даже диагональ сделать вместе, получать мяч, и видите, СМЛ Этуо отрабатывает в обороне, и сразу же боковой прессинг, здесь, правда, классно играет Максвул в передачу, Кейта, и опять справа, вы видите, видите справа, видите, конечно, видите, и Педро тоже видит, а вот даже бразильцы иногда ошибаются. Вот это непонятно, все видят, что свободная зона образуется, куда открывается все время Алвис, Пандев не дорабатывает, он просто не закрывает свою зону, значит, я думаю, могут произойти изменения в перерыве, потому что, уж если мы с вами видим, то Мауринио, конечно, тоже видит. Кристиан Киву готов в любой момент выйти и закрыть это мяч, а Цанетти спокойно может перейти и играть выше, как он часто играл. Но пока капитан Интера продолжает играть на месте левого защитника. Ну вот Пандев свою работу атакующую делает. Снайдер, стенка, Пандев и в центре Мелиту открывается на месте центрального нападающего, не прошла передача от Пандева. Альвес схитрил Пандев отправляет мяч за пределы поля. 1-1, 10, 12 даже минут до перерыва. Любопытно, вот с точки зрения тактики, если вы хотите это обсудить в перерыве, предлагаю как раз вам вот эту тему. Левый фланг Интера, и, соответственно, правый фланг Барселоны. Что хотел Мауриньо с помощью медленного Пандева сделать там против Альвеса? Вместе с мячом. Он втроем его встречает. И опять туда же. Они же все прекрасно понимают. Вот куда надо давить, но его при этом забили слева в фланг. Вот что значит разнообразие атакующих действий. Опасно! Ох, как здесь играет смело Джулио Сезар. И молодец, Ибрагимович. Сейчас мы на повторе с вами увидим, что он ногу-то очень аккуратно туда просовывал. Без попытки нанести вратарю травму. Аж примерно половина сборной Бразилии играет сюда. Почти вся оборона. Максуэлл здорово сыграл головой. Лусио. Ну, у Лусио иногда бывают проблемы с техникой. Это не его конец. И Алвес из-за боковой линии. Барселона не торопится. И Барсе сейчас нужно... Ну, это же не финал пока что. Здесь ничья на выезде. Забитый гол. Это отличный результат. Поэтому Барселона не нагнетает темп. Спокойно контролирует мяч. Им нужно уйти в раздевалку. Не пропустив гол. Получится забить. Получится. Это не обязательно. И опять через правый фланг. Смотрим. Видели? Голову повернул. Посмотрел. Есть ли справа Еврагимович какую сложную там выдумал обработку мяча. А Петру Родригес сейчас было даже видно. Я думаю, вы обратили внимание. Он сразу же принимал мяч. Крутанул голову направо. Есть там уже Алвес или не добежал? Но вот как раз в том эпизоде Алвес не успел забежать вперед Петру Родригеса автора забитого мяча и поэтому игрок Барселоны двинулся в другую сторону. Улусио заброс мяча в сторону Милиту. Милиту дают принять мяч а поддержка у него здесь в лице только Самуэля Это. Но зато в глубине штрафной там что-то может получиться если то умудрится здесь фланга выбраться. Через Майк Майконс совсем потерялся. Вот и закрывай его с помощью Пуёля. Правда же говорят что лучший оборон это атака. Так что Максвелл атакующий защитник безусловно переигрывает пока атакующего защитника Майкл. Аут бросает Интер. Долго. Стадион просит быстрее. Но некому. Все закрыто перекрыто. Барселона тоже умеет перекрывать пространство. Камбьясо. Стоя пока действуют футболисты Интера перед чужой штрафной площадью. Это у вас пока за кадром. Так что докладываю обстановку. Собственно неудивительно что мяч сейчас потеряли. 63 на 37 процент владения мяча к этой минуте. Прессингует Интер. Пандев, Снайдер рядом и Мелитто. И вот видите этот прессинг заставляет Барселону ошибиться при выходе из обороны. Тем не менее мяч здесь отобрали. Ох, какое корректное единоборство. Сейчас же можно было травму нанести серьезную сопернику. Вообще надо заметить пока не сглазить бы фэрплей. Очень корректно по отношению друг к другу действуют и те и другие. Месси. Он нехорошо свистом великого футболиста встречает. И заметьте как выдавливает его потихонечку полигонечку выдавливают выдавливают без ударов по ногам. Опять-таки Тиагу Мото заставил Месси отыграть назад. И вновь прессинг. И вновь без нарушения правил. Но здесь Месси сам поскользнулся. Ой, как ему досталось. Но это было совершенно случайно. Два товарища по сборной Камбьясу и Месси друг друга потоптали. Но этим-то точно не резон калечить друг друга. Хотя, конечно, это такой опасный человек Камбьясу. Жуткий грубиян на самом деле. Ну не то, что грубиян, но без тормозов. Уж если полез в единоборство, то и себе ноги поломает и соперника. Ах, какая умница! Ой, какой пас Хави. Давайте на повторе после того, как будет пауза в игре, оценим, как же Хави все просчитал. Это голевая атака была. Какая пауза была. Продолжает Барселона свою атаку. Максвелл. Но Интер не всей команды держит оборону, потому что Мелитто, Снайдер ждут мяча там около центральной линии поля. Месси выбрался на правый фланг все-таки. Алвес смотрит, где там свои, где чужие подачи. Лусио. Лусио килограмм 150 весит примерно, при том, что это мышцы сплошные. Умудряется вскидывать свое могучее тело в воздух и играть через себя. А сейчас по главу Интера в свою очередь получится контратака. Перехватили мяч каталонцы Вальдес. Его прессингует Вальдес технично ногами. Бускетс. Пике Бускетс. И Барселона. Кроме двух игроков сейчас на миланской половине поля. Максвелл. Там на своей половине Пуёль до Пике остались. И Бускетс чуть впереди нит. Все остальные атакуют. Месси опять справа свободен Алвес. Естественно туда идет передача. И вновь против него играет Пандев. А Занетти смотрит боковым зрением где там Месси. Чтобы в случае чего если идет передача на Месси сразу кинуться его накрывать. Вот в чем смысл оборонительной игры. Интера мы с вами разобрались. Просто вопрос в том справляется ли Пандев. Это уж тренеру виднее. С тем заданием которое ему дали. Но на самом деле бегать Пандеву приходится очень много. и учитывая что как говорят он не в самой высшей физической форме. Но с другой стороны если разобраться а что Альвис сделал за такого опасного. Великий футболист. Естественно любое его получение мяча само по себе опасно. А вон Пандев еще и скорость сохранил чтобы заставить Альвиса ошибиться и угловой подаст Интер. Один из лучших исполнителей стандартов но по крайней мере в итальянской серии Весли Снайдер пошел к угловому флагу но не то чтобы помчался а именно пошел потому что нужно дождаться Лусио нужно дождаться а Лусио не идет а Лусио вы знаете лучший игрок головой в Интере Лусио грустно сейчас держится за ногу в центральном круге может быть с ним что-то случилось обычно на все угловые ходит и без Лусио пробить по мячу некому было а вот штрафной Снайдер пробьет далековато правда далековато но Снайдер пробьет видали а нет вам не то показывает вам показывает судью а сейчас очень акцентированно Камбьясу взял мяч в руки и просто понес его к Снайдеру и вручил ему как ценный подарок удар у голландца потрясающий 34 метра это конечно очень далеко но если Снайдер добьет до створа ворот будет тяжело голлки беру Барселоны Вальдесу именно поэтому он ставит такую мощную стенку здесь можно бить прямым ударом очень важный штрафной 3 минуты до окончания первого тайма пока 1-1 и Снайдер с 4 шагов удар рикошет а Муак клубы полететь немножко ближе к воротам но еще момент есть в любом случае у Интера Барселона без суеты пока что располагается в своей штрафной площади забитый гол на выезде дает возможность Барсе чувствовать себя совершенно спокойно добавлять нужно Интеру Снайдеру мяча а мяч у него не полетел куда голландец хотел низко слишком не долет Майко а здесь вот долет но вне игры Сэмуэль Этуо мог мяча и не касаться пару минут до перерыва в котором предстоит в первую очередь наверное Жозе Муриньо поломать голову над тем выпускать ли Болотелли или не выпускать или подождать или что-то еще другое придумать вот где пойдет я настоящая тренерская тактическая игра Италия на первую очередь на первую половину поля на первую половину поля Пуёль налево Максвелл Педро а Месси классно конечно вот этого не видно на телевизионной картинке как же итальянцы передают Месси один другой все время около Месси кто-то охотится а второй ждет как хищник готовый кинуться на жертву но не растерзать ее а сыграть с них судьбой Пытается Барселона растянуть обронительное построение Интера но там уж очень много народа очень много 9 игроков нереально минута добавлена Месси вновь не было нарушения правил а контратаки не будет потому что всего лишь один Мелит он находился на первой линии атаки у Интера и передача пошла не точная дает свисток португальская орбита и даже хочет показать желтую карточку за игру после свиста пустится похоже на холд да ну что ж в перерыве ждем тренерских решений обсуждаем как Интер в принципе пока что справился с Месси но все-таки пропустил гол и будет ли дальше Пандев работать на левом флаге я не думаю что Пэр Гвардиоза что-то будет существенно менять у Барселоны все нормально она забила и имеет по такой игре шанс забить в любой момент второй мяч все отправляет команды арбитра в раздевалку никуда не уходите в перерыве вас ждет интересный сюжет а мы с вами встречаемся во втором тайме первого полуфинального матча Лиги Чемпионов Уэфа Интер Могли бы сыграть на домашнем стадионе Реала в финале Лиги Чемпионов только за другие команды смотрите как Интер настроился Барселона даже еще не появлялась из-под трибунного помещения а Интер уже весь готов к борьбе к игре 1-1 после первого тайма не буду в 155-й раз повторять уважности в голы и о значении колоссальным гола забитого на чужом поле но в конце концов не только из этого состоит футбол потому что если бы все зависело только от того забьешь ты на выезде или нет можно было бы заканчивать матч после того как Барселона открыла счет нет это полуфинал Лиги Чемпионов это Интер который мечтает войти в историю впервые за 45 лет выиграть Кубок Чемпионов Жузе Мурини человек фантастически амбициозный который безусловно хочет стать первым тренером на глазах у нового можно сказать поколения болельщиков Интера и руководства Интера войти вот таким образом в историю и выиграть с командой Кубок Чемпионов так что далеко еще ничего не ясно противостояние только началось впереди нас ждет еще как минимум три блистательных тайма в исполнении двух замечательных команд а там глядишь может быть будет и дополнительное время посмотрим я не сомневаюсь что те кто пришел на стадион Сан-Сиро а нет ни одного практически свободного места получают удовольствие от футбола а попали сюда на этот матч не только болельщики Барселона и Интера Италия знаете манит в эти дни весь мир не только потому что это потрясающая страна с точки зрения культуры и всего прочего но это одно из немногих мест в Европе откуда можно хоть куда-то улететь и поэтому многие люди просто вот здесь в ожидании чуда в надежде на то что небо наконец откроется и начнут летать самолетом находятся в Милане я просто видел людей которые вроде никакого отношения к футболу не имея ходили сегодня с утра вокруг стадиона и искали свободные билеты для того чтобы скоротать вечер ну что ж пусть этот матч и посещение такого матча это интенсивно все те неприятные моменты которые многие переживали в эти дни Милиту опасный прострел Панди вот это начало Интера ах не зря они вышли раньше Барселоны на поле и подготовили вот такую острейшую атаку которая едва не завершилась взять им в ворот Панди не хватило ну буквально пол шага для того чтобы дотянуться до этой передачи с фланга и переправить мяч в ворота быстро составы напоминаю вам в которых играют команды пока что без замен Жулио Сезар в воротах Интера слева в защите Кавьер Занетти четвертый номер два центральных защитника 25-й Самуэль 6-й Лусио и справа Майкон 13-й номер полузащиты атака Панди 27-й Компьяц 19-й Тиаго Мотто 8-й Снайдер 10-й Эдо 9-й Милиту 22-й Барселона Виктор Вальдес в воротах первый номер Даниэл Алвес второй справа в защите максимум 19-й слева два центральных защитника Пике Пуёль 3-й и 5-й номера соответственно и группа полузащита атака 6-й Хави 16-й Бускет 15-й Кейта 17-й Педро Родригес 9-й Ибрагимович 10-й Месси Арбитры португальцы во главе с олигарию Бен Куренси и вот выход в ворот там не игры не торопись Милиту все нормально у Барселоны в обороне Бен Куренси с помощниками Жозе Мауринио и Пеп Гвардиола главные тренеры команд Резюмирую в первом тайме больших сюрпризов мы не увидели все-таки что хотел Мауринио стало более-менее понятным по ходу первого тайма игра на левом фланге его с помощью вот этого футболиста Пандева сделает на право пас и он делает нет положения вне игры и Милиту выходит втроем они практически к воротам Милиту смещается Майкот Майкот 2-1 Майкот который не играл практически в атаке весь первый тайм это работа тренера он переключил рычаг он велел Майкот играть дальше и вперед и это сработало две атаки правым флангом вы видели как Интер начал Интер вышел раньше на поле чем Барселона Интер включился раньше Барселона во второй тайм и Интер выходит вперед 2-1 вам повезло уважаемые господа вы будете смотреть еще этот матч и получать удовольствие вы будете смотреть ответный матч и получать удовольствие все еще только начинается 2-1 Интер впереди да Барселон забил игол на выезде но я вас уверяю Интер будет выгрызать выгрызать эту дорогу буквально выкладывать ее не знаю чем в сторону Мадрида Жозе Муриньо благодарить своих видимо но мы можем только догадываться видимо они выполнили ту установку которую он им дал на начало второго тайма я посмотрел на мониторе есть такая возможность фактическую расстановку игроков обеих команд по последним ну не по последним в целом по тайму компьютер каким-то образом это суммирует так вот представьте себе что Майкон который забил гол играл глубже всех среди ну понятно за исключение вратаря среди всех игроков и двух центральных защитников видимо таково было задание Муриньо на первый тайм не лезть особо бразильцу вперед а во втором тайме не просто полез помчался попадался потолкался может быть немножко торяло но все-таки выцарапал мяч и переправил его в ворота 2-1 2-1 и матерация двигается в сторону пока что просто разминается значит с Лучио все в порядке меня просто удивил момент когда Лучио не пошел на угловой и ведь есть еще варианты по усилению игры в атаке у Интера любопытно как поведет себя Барселона по большому счету с точки зрения такого общего расклада сил Барселоне все равно что 1-1 что 1-2 я практически не сомневаюсь что Барселона на своем поле гол забьет а за счет как раз вот того самого гола на чужом поле при равенстве забитых мячей дальше все равно пойдет Барселона здесь вопрос в том сумеет ли Интер удержать победный счет потому что это все-таки дает команде возможность сыграть несколько другой футбол взяв пример например прошу прощения за тавтологию с казанского рубина например или с Челси видели же как можно играть против Барселоны закрывшись как улитка так что посмотрим активизируется ли Барселона со своей стороны и что предложит Интер будет ли он нагнетать давление и стараться атаковать большими силами либо будет придерживаться той игры которую команда демонстрировала до перерыва прессинг в исполнении Интера смотрите где прессингуют это так называемый высокий прессинг игроки Интера мешают начать атаку Барселоне практически у ее штрафной площади но и Барселона тоже знаете ли не Белошвейка вот как включились в отбор мяча на самом деле это стереотип что команда играющая в такой кружевной красивый футбол не способна вести борьбу за мяч не способна прессинговать еще как способна Барселона это команда действительно без слабых мест она делает все надо ноги оторвать оторвет надо прессинговать прессингует другой вопрос что так красиво в атаке сыграть как Барселона не умеет никто вот это собственно ее и отвечает то есть помимо всего прочего что есть у других хороших команд у Барса есть еще вот этот вот совершенно сказочный футбол Ибрагимович Майкот ставит корпус отбирает мяч Ибрагимович упускает Майкона даже не стал его рукой придерживать Майкон пас берет Мелитов кто первый на мяче Пике и берет передышку небольшой Интер сейчас в прессинг не включаются игроки атакующей линии позволяют Барселоне доставить мяч Хави Хави соответственно дальше Кейта Кейта смотрит где там слева Максвелл видит Максвелла Максвелл видит что сберет ему идти особенно некуда смещается в центральную зону играет на каратке с умницей Хави который вы ведете статистику по-моему одну неточную передачу он сделал я честно говоря не записываю ну-ка Месси Месси рикошет и выручает Жулио Сезар я думаю рикошет как-то странный мяч и Жулио Сезар не ждал да там от Камбьясу мяч чуть под ноги его поменял направление и нырнул перед Жулио Сезар справился вратарь Барса забрала мяч Пикеп Ибрагимович очень Лусио играет против Ибрагимовича плотно и еще раз хочу отметить очень много латиноамериканцев в составе Интера ребята которые склонны к борьбе в виде наборства за рамками правил насколько корректно хотят сказать пока играют но вот Лусио вылез смотрите на метров 15 от своей штрафной площади и тут же ему пришлось бить соперника по ногам потому что Лусио очень тяжелый защитник и не очень поворотливый поэтому если он не успевает но зато он играет до конца отчаянный совершенно человек Лусио не успел ничего на самом деле страшного не было показалось что он сыграл грубо просто не успел но иногда у Лусио это происходит Барса будет подавать мяч от углового флага 5 футболистов Барселоны штрафной площади удар еще борьба за мяч и выручает Жулио Цезар поднят флаг арбитра это был шанс для Барселоны свести на нет усилий Интера по выправлению ситуации не в плане счета в этом смысле все нормально но гол-то Интер пропустил чтобы ехать в Барселону с ощущением того что ты действительно фаворит надо плюс 2 мяча выигрывать отчаянно сейчас Интер сопротивлялся в своей штрафной площади а вы видели мелькнуло лицо Дэна Станковича и Жозе Мурини показывает что ему нужно делать интересно чье лицо изображала сейчас ладонь Жозе Мурини Могут быть разные варианты Станкович это футболист вообще центральный полузащитник но он был способен более активно помогать атаке чем Камбьясу и Тиаго Мото я думаю что кого-то из них поменяет сейчас Жозе Мурини чтобы получить дополнительный козырь в ногах Станкович у него потрясающий удар и Станкович может атаковать с 30-35 метров Мелитто вторым темпом поддерживает атаку Снайдер Самуэль Эту вот здесь на месте правого полузащитника получает мяч пытается разогнаться но эти-то ребята его знают как облупленного не дают ничего сделать Камбьясу Камбьясу и вот сейчас Барса в прессинг играет смотрите как умеет играть Барселона если надо сыграть в прессинг контратака не пожадничал сейчас Педро не очень чистый аккуратно сборная Аргентины итак любопытный ход Пандев которого мы меняли с вами еще в первом тайме уходит но он получил травму это замена из-за травмы а не из-за того что Мауриню как-то гениальный ход придумал травмирован Пандев не стал рисковать Мауриню и не стал выпускать Болотелли потому что Болотелли который безусловно считается в Италии сейчас самым талантливым игроком сейчас посмотрим контроль мяча Барселоны по рассуждениям прерывать практически дощуру Барселона отошла уже на свое половину поля а вы понаблюдайте за Станковичем и я думаю поймете что имел ввиду Жозе Мауриню и кого должен встречать был и будет Станкович отобрали мяч нет нет быстро передача Лето нет а Педро как отработал в отборе долго думал в самой Лето это не чемпионат Италии большой футбол мы с вами смотрим большой футбол да нет каких-то супер красивых а там может их не так много не так много ударов по воротам но какую борьбу ведут футболисты обеих команд как они пытаются за какой-то шанс зацепиться вылезти туда вот к воротам нанести удар сделать последний пас как умно играют и те и другие сейчас мы досмотрим штрафной в исполнении Барса и я попробую объяснить если Интер предоставит такую возможность что произошло в тактическом перестроении после выхода Станковича потому что это все-таки по позиции неадекватная замена Ибрагимович чтобы Балателли не только изображал свои потрясающие фокусы с мячом в атаке а чтобы Балателли пахал потому что звездная болезнь в этом возрасте совершенно ни к чему особенно в команде которая стоит перед самой большей задачей вот поэтому не Балателли вместо Пандева хотя он идеально бы по позиции подошел а Станкович а вы знаете Станкович просто вышел строго на позицию Пандева ничего Мауриньо в расстановке своей команды менять почти не стал Майко потеряли мяч итальянцы ну итальянцев тут нет типа таких кроме Балателли не даром команда называется Интер бразильцы аргентинцы голландец камерунец настоящий интернационал можно играть и какую ошибку сейчас передача допустил Камбясов офсайд поднял арбитр подумав поднять мне флаг или не поднять а в центральном круге здесь другой арбитр в центре внимания потихоньку страсти накаляются это достал Бике по-моему Лусио которого занесло в центр поля как только Лусио появляется в центре поля или это нет это Тиаго Мотто она тоненькая в сайт на тоненькой паста был какой технично насколько техничный мяч словно рукой покатил его туда в сторону Ибрагимовича на тоненькой испугался арбитров не поднимать флаг все-таки Барс играет в гостях Буэль не Майкен не Майкен но только он не Харри в плане последнего паса атака пас вдаль удар противоход офсайд офсайд или нет 3-1 это другой расклад это другой расклад я ничего я ничего не вижу комментаторы за редким исключением сюда просто не смогли добраться они не дают увидеть что происходит там там какая-то куча мала 3-1 интер впереди неужели там не было офсайда у слайдера это не было но кто последний Мелиту касался мяча неужели он был в правильном положении давайте-ка смотреть 3-1 плюс 2 мяча то о чем мы с вами говорили сейчас Барсе надо идти вперед ехать домой с минус 2 интер это все-таки интер Абидаль готовится к внукам пас ну с этого ракурса вроде как все было нормально сложный эпизод а здесь кажется что офсайд я думаю еще этот эпизод будут очень-очень долго разбирать но факт есть факт гол защита снайдер сегодня к мячу прибавляет пас обратили внимание с какого фланга пошла атака у интера у интера с какого фланга пошла атака с правого тот фланг который по идее Барселона должна была закрывать как все думали в результате Барселона оттуда забила сейчас очень интересный вариант и Абидаль выходит вместо центрального нападающего Еврагимовича Абидаль отправляется на место левого защитника Месси переходит на позицию центрального нападающего Педро на место правого нападающего а Максвелл играет левого нападающего вот так вот такой ой вы бы это видели ох вы бы это видели 80 тысяч сейчас все два яруса и третий верхний слева потому что справа наверху сидят болельщики Барселоны все как один ну за редким исключением подпрыгивает вверх-вниз предлагая своей команде не сбавлять обороты идти вперед теперь ход Барселоны Интер свои ходы сделал 3-0 выигрывает Интер отрезок матча отрезок матча после пропущенного гола на вскидку кто когда вел походу вот отрезок матча кто выигрывал у Барселоны со счетом 3-0 в последнее время я не вспомню спорный спорный эпизод но гол засчитан и забил Мелито тот самый который не забивал и чье присутствие в сегодняшнем матче в стартовом составе было под очень большим вопросом ох какие нас с вами ждут полчаса сегодня и какая большущая игра ждет в ответном полуфинале а представляете какой красивый был бы жест со стороны Интера поехать на автобусе надеюсь в тому времени воздушное пространство будет открыто но это было бы красиво ну-ка Ауэс Ауэс подача Айберагимович это нет кто головой будет играть только вот вторым темпом подбор Педро удар атака Барса продолжается забегание Абедаль Абедаль прострел мяч это очень опасно свистел вдоль вратарской площади я не заметил чтобы у Ибрагимовича была травма но как такового центрального нападающего у Барселоны нет потому что Кркич все-таки ну это не центр форвард Тириан Рид тоже не центр форвард поэтому Бэк Гвардиола решил за счет тех игроков которые у него есть перестроить игру Барселона в любом Абалателли видели, слушает внимательно что ему там говорит Муриню нет офсайда Барселоне надо думать об обороне хотя нужно вообще сейчас сложнейшую задачу решать как только Барса полезет вперед а это мы с вами сейчас не было положения вне игры Интер тут же отвечает острейшими контратаками нарваться на которую Барса может в любой момент как же это все интересно ну-ка что предложит Барселона Алвес получает мяч опускает вниз к нему выскакивает Педро безобразный пас Месси не ждал эту передачу Педро тут же исправляется отбирает разворачивается несется туда чистое преимущество Барселоны может быть далее он в фланге нет отвлекающий маневр Абидаля Алвес справа но потихонечку наигрывает этот вариант Бэп Гурдио это вообще интересный момент когда формальный защитник но не защитник сейчас нет такой позиции защитник в больших командах фланговый игрок который закрывает всю бровку помните матч совсем недавно Барселона играла когда Алвес действовал на месте фактически правого полунападающего сейчас то же самое произошло с Максвеллом на другом фланге любопытно что не Анри который казалось бы профессиональный нападающий но Бэп Гурдио считает что этот вариант более надежный более интересный кстати Гурдио несмотря на то что Барселона опять-таки все это стереотипы Барселона склонны играть только в атакующий футбол а итальянский футбол это только оборонительный футбол Пэп Гурдио неоднократно говорил всегда это повторяет когда приезжает сюда в Италию тренерскому мастерству он учился у Карло Мацоне наставника Брэши в который Гурдио играл вместе с Роберто Баджи еще он застал это время и поэтому своим учителем тренерским Гурдио вовсе нет там сэра Бобби Робсона считает или кого-то еще не знаю какой пример еще привести а он считает классического итальянского тренера Карло Мацоне своим можно сказать ну таким наставником что ли так что в разный в разный футбол может играть Барселона по ситуации сейчас Интер играет строго от обороны перекрывает все зоны Барселона пытается растянуть за счет практически безупречной игры в пас но это без обострения вот последовала обостряющая передача тут же потеря время идет 68-я минута 3-1 Интер впереди подножка не грубая но это срыв атаки поэтому желтая карточка Кейта награжден горчичником Слово Сан Сиро ну видите в силу того что билеты вот так вот не все дошли до адреса изначально как предполагалось и много не то что случайных людей я же ситуацию объяснил находится на стадионе не получается такого вот массового в едином порыве боления такого фанатизма настоящего на трибунах то есть то что на итальянском языке называется Курва на русский лад звучит это не очень так пристойно но на самом деле это обычное итальянское слово которое обозначает в том числе трибуну за воротами и вот там за воротами обычно сидят самые такие настоящие фанаты так называемой тифози и вот слева нас с вами как раз самые активные интервисты пытаются зажечь что называется зал ну и зал огромная эта арена почти восьместитысячная поддерживает в любом случае еще раз хочу повторить огромное уважение Барселоне за фэрплей за профессиональное отношение к делу за отсутствие какого бы то ни было нытья и желания и просьб воспользоваться ситуацией ведь могла же согласитесь великий клуб их бы послушали если бы они встали бы в позу и сказали мы не поедем на автобусе никуда я думаю матч бы отменили а они приехали и браво те все-таки там побольше чем 2000 сверху на правом ярусе кто добрался сюда может быть как советовал Вальде с песком пришли болеть за свою команду она еще покажет себя бас вперед а медаль до Педру мяч не долетел интер пока что только обороняется а вот и Станкович а вот и Милиту Милиту устал Балателли возможно выйдет вместо него но Милиту сейчас здорово разобрался Снайдер о как Барселона сейчас откатилась назад моментально в потере мяча и тут же все в оборону там травма Жулио Сезаро Балателли выйдет там более того лежит лежит так не разберешь это бабутся пока что игроков не узнаю что-то там неприятное случилось это Майкон это Майкон автор забитого гола лежит где же он успел получить повреждение а готовится замена Балателли сейчас Мурини нужно подождать понять что происходит с бразильцем и где он там успел получить такое повреждение ну-ка а это было за кадром возможно неужели это Месси такой да похоже Леонель Месси оказывается этот малыш Месси такой крепыш и такой мышцатый что ударившись об него Майкон оказался практически в нокауте и продолжает лежать на газоне ну к счастью вроде бы ну трудно сказать что с ним происходит просто очень хотелось бы надеяться чтобы этот матч не был испорчен какой-нибудь неприятностью связанной со здоровьем футболиста и Балателли ждет старший Борези к вопросу о противостоянии Милан-Интер легенда Милана Франко Борези а его старший брат работает в Интере это нормально а Франко работает в Милане Майкон уходит пока что к сожалению не уходит а уносит его на носилках продолжает оказывать помощь и другая замена Балателли не повезло вместо Балателли выходит другой ну-ка ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой никто здесь не виноват это просто несчастный случай это опять-таки к вопросу о физподготовке Месси столкнувшись с гораздо более крупным и габаритным игроком вы представляете какая мускулатура у Месси вы просто представьте себе вот такое столкновение Месси даже не шелохнулся Майкон в нокдаун да Майконы сейчас уносят там врачи ну давай вот чтобы без дурных последствий в меньшинстве Интер и Барселона в атаке набор мяча за Нэти сохраняет мяч для своей команды дает возможность Кристиану Киву да сотрясение приличное получил Майкон он не ожидал он не видел боковым зрением Месси и прямо видимо в песочную кость пришелся удар могучего как теперь выясняется плеча Лионеля Месси и замена Кристиан Киву за Нэти абсолютно универсальный игрок он может где угодно играть сейчас он ушел направо а Кристиан Киву классический левый защитник самый грубый безусловно состав Винтера сейчас нужно очень аккуратно с ним единоборство идти любому футболисту Барселоны время идет время бежит 73 минута но как минимум 3 минуты будет добавлено из-за травмы Майкона время у Барселоны есть для того чтобы открытать один мяч для расклада сил перед ответным матчем это ключевой сейчас вопрос Мелито упал у него все сил нет сводит ноги все-таки Балателли придется играть в футбол Балателли придется играть в футбол но я думаю он хочет играть в футбол другой вопрос что это уже не тренер распоряжается своими игроками и не он реагирует на ситуацию а ситуация заставляет и обстоятельства заставляют его делать то что может быть он и не очень хочет Мелито под овацией покидает поле он забил гол очень важный гол Марио Балателли самый талантливый игрок Италии самая большая надежда и самая большая проблема Италии такого таланта в Италии не было давно сходит поколение Тотти Баджо закончил к сожалению большому с футболом Антонио Касано не попадает в сборную потому что характер у него ни Сахар ни Марчелло Липи считает что отношения внутри коллектива важнее чем индивидуальные особенности Марио Балателли это игрок экстраординарного таланта но и экстраординарного сумасбродства Итак Марио Балателли 45 номер на футбольном поле Будет какая-то пауза обязательно пару слов расскажу о нем А нет положение в неигры Самой Лето Ахвальде Слог здорово сейчас сыграл Прочитал эту комбинацию и в качестве страхующего своих защитников выступил опередил ЭТО и Барселона начинает свою атаку Перемена в расстановке Итара Самуэль ЭТО теперь играет центрального нападающего а Балателли на месте хотя он левша в большей степени Балателли ушел на правый фланг и будет соответственно там играть против Абидали и Максвелла а с мячом Лионель Месси наверное не самое него приятное ощущение все-таки хотя он совершенно не виноват а игровая ситуация несчастный случай но столкнувшись именно с ним тяжелую травму получил соперник а вот это Балателли опасненько решил сыграть Марио Балателли барселона надвигается на ворота Жулио Цезаро хорошая меряющая Белару здорово ох как Самуэль сейчас бросился под мяч до удара Барселона здорово довела эту атаку и какая глубокая передача пас в касание это Максвелл получил передачу диагонально с правого фланга от Дани Алвеса Балателли разобрался в эпизоде правильно к объявству отыгрыш такой пас получить невозможно но Интеру сейчас в принципе можно 15 минут побить по аутам я думаю что если они сохранят этот счет любой футбол сейчас будет принят и понят болельщиками этой команды сейчас уже не до креатива из очень тяжелой ситуации Интер не просто выправил игру а весы сейчас склоняются в сторону Италии по счету 3-1 Интер впереди очень важные минуты матча очень важные не только для конкретной игры но конечно же для всего этого противостояния Интер-Барселона штрафной зарабатывает Барса Месси потрогал мяч поставил рядом Алвес но с такого расстояния возможно Алвес все-таки Месси удар немножко другого плана но это задачка которую сейчас должен решать Жулио Сезар от кого ждать удара и какого имени Месси отвел стенку положил мяч в угол но Жулио Сезар угадал Месси смещается в центр ушел на двоих натыкается на Болотелли нарушения правил не было это и не Болотелли был вовсе а Самуэль Эдуо продолжается атака Барселоны передача Кейта в центр штрафной площади там Пике играет но это тоже мы видели эти варианты против Челси когда центральный защитник идет играть центрального нападающего для того чтобы спасать игру вот вам собственно и замена Ибрагимовичу мы говорили о том что нет как такового центрального нападающего сейчас его играет центральный защитник Пике потому что он самый высокий и его присутствие там позволяет Барселоне поиграть на вал просто понавешивать мячи глядишь Пике там мяч поднет куда-нибудь а Месси или кто-нибудь еще и вот добьет ворота 3-2 и 3-1 это настолько большая разница это как иметь возможность улететь в Москву и вернуться домой или не иметь Пике Кейта 1 Эту стоит в центральном круге но он не один потому что если он стоял один Шерпат Сезар быстро ему выйдет в мяч и Эту бежал бы 1 на 1 он один из Интера там рядом с ним Пуёль и Бускец который страхует соответственно Пике который при позиционной атаке Барселоны подтягивается на место центрального нападающего сейчас конечно он вернулся на свое место не то что он все время будет там играть вот Барса сейчас перейдет на чужую половину поля и тут же подтянется Пике и займет место в районе 11 метров отметки а пока Балателли пока Балателли Кентит Занетти мяч Интер сохраняет время идет вот то что Интеру и нужно штрафной пока желающих выполнить его нет штрафной ну понятно что пробьет Снайдер он идет пешком отмечу все головастые прыгучие и Лусио все там подача Лусио уже после свиста 82-я минута пошла 3-1 и ну я не скажу нервничаю неточный пас всякое бывает но это просто потеря времени у Гвардиола еще есть возможность использовать замены целых 2 у него осталось он их не использует наверняка вы удивляетесь почему не выходит Тириан Ри но мы не можем знать мало ли может быть Тириан Ри плохо себя чувствует после пересечения глазурного берега он все таки француз может быть у него возникли какие-то мысли по поводу не связанного с футболом кто знает нет Тириан Ри на поле хотя он есть в заявке Пуёль пока то что придумал Пеп Гвардиола не работает Максова особенно не видно там на левом фланге Барса с мячом Тириан возвращает мяч назад Кускец и Пике побежал атаковать пас глубиной штрафной опасно вот он вот он Пике ну не Ибрагимович ну не Ибрагимович конечно же как защитник сейчас сыграл Пике вместе с мячом унесся из штрафной площади вместо того чтобы подработать этот мяч под удар навыка игры в нападение не хватило Пенальти или что или желтая за симуляцию еще один момент для разбора всем миром видимо все пенальти в своей жизни арбитр Олигарио Венкуренса в сторону команд Муринио поставил в том самом памятном матче когда он судил команду Лирию под руководством ну с этой камеры ничего не видно но скорее ну-ка давайте отсюда смотреть сзади по ноге ударил конечно Снайдер но за такие пенальти не дают молодец судья разобрался в этом сложнейшем эпизоде с помощью своего помощника который в данном случае выступал как камера телеповтора и подсказал по громкой связи арбитру что сначала Алвес начал заваливаться а потом Снайдер уже задел его по ноге и особенно ты заметили Алвес не спорил по этому поводу 3-1 84-я минута и еще одна опасная атака Интера Снайдер я бы еще раз хотел отметить удивительно футбольное поведение Барселоны заметили сейчас какой важнейший момент был вот когда Алвес падал ну никакой истерики никакого прессинга на арбитра никакого некорректного поведения браво Барселон за вот это отношение к футболу Алвес Алвес да и сам Алвес особенно не расстроился видимо понял но он попытался максимум выжать из эпизода как получилось так и получилось глядишь другу арбитр может быть не разглядел этот эпизод во всей его красе Алвес подача естественно там Пике маячит в районе центра нет уже не маячит Пике понял что может сегодня не его день для игры в атаке вернулся в оборону очень суетится Пике мешает Алвесу 10 минут я думаю где-то так 7-8 у Барселоны чтобы ехать домой ну в более хорошем настроении Месси конечно Барселона может с любым счетом обыграть любую команду но в полуфинале во-первых Лиги Чемпионов во-вторых против Интера это конечно не против любой команды два мяча это большое преимущество хотя Барселона сделала очень важно она забила на чужом поле теперь победа 2-0 вот при таком счете либо с более крупным счетом но еще есть время еще есть время мы пока не подводим никакие итоги мы смотрим угловые восполнения Барселона подача полотели в вороне отрабатывает и Станкович отрабатывает и вот момент где мяч не попадает мяч в ворота всей командой отбились всей командой а вы видели кто атаковал Новый Ибрагимович Пикем был настреток это уже потом потом можно обсудить а если бы был Ибрагимович он бы наверняка забил в условном наклонении жить неправильно Педро Педро какая борьба идет за мяч Станкович и зрячий пас ну-ка Болотели поскользнулся Болотели Барселона атакует ах игра то какая получилась а для первого то матча Хави Хави разводит руками не видит адрес Хави и ругается сейчас видели это попало в кадр не привык Хави чтобы под него не открывались сам полез вперед опять под него не открываются но это же Интер мешает Интер мешает Хави играть в пас Интер мешает Барселоне играть в пас и самое главное что это происходит практически без нарушения правил вот что удивит Ауэс сумел все-таки ковырнуть этот мяч в штрафную Интер играет уже более-менее на бой может себе это позволить вполне Снайдер хромает Кейтан угловой нет мяч в поле Снайдер который показал что прихрамывает нет еще сохраняет силы Снайдер для того чтобы совершать рывки и бить по мячу Пике вновь вернулся на место защитника Педро налево долго нет вариантов впереди Абидаль как же им если не хватает Хави в помощь в пас играть ну и теперь если вы не за этим внимательно не следили надо сначала последить за этой атакой а потом уже отвлечься Пике ну-ка 89 минута будут вопросы к битру из Португалии Барса в атаке она играет в футбол она не лезет выяснять отношения с арбитром Малвис и мяч летает за пределы поля ну-ка смотрите как ведут себя игроки Барселоны Пике пробегает мимо судьи не говоря ему ни слова просто вообще ни слова никаких споров никаких апелляций смотрим это другой момент когда Пике был близок к тому чтобы сравнять счет ну почти как Ибрагимович сыграл 90-я минута 90-я минута этого матча завтра на НТВ еще один полуфинал может быть не такой яркий по афише но это полуфинал Лиги Чемпионов смотреть обязательно а прошу прощения обзор завтра будет хорошо все равно смотрите обзор но пока давайте смотреть атаку Барселоны интер мяч отобрал это и по центру открывается Станкович он вне игры да Балателли конечно с волнением не справился в гневе Сансиро и Мориньо приводит Балателли в чувство соберись наверное так звучало бы это по-русски время еще есть сейчас нам покажут сколько 4 4 минуты ну максимум того что можно было добавить добавляет португальская бригада арбитров 3-1 интер впереди Месси пас назад Алвес Алвес Месси Месси один гол и все изменится месси Месси какие-то проблемы с мячом не разберутся на арбитры и футболисты какой мильный мяч нужно вводить в игру Вальдес где Пике Пике уже уже практически на месте центрального нападающего вот он как раз пробегает вдоль экрана Алвес направо Месси тут же перед ним вырастает Снайдер Алвес Месси что-то сейчас будет что-то сейчас будет ну почти отыграли этот эпизод в обороне продолжается атаку да ну Месси максимум что практически максимум что можно было выжать из этого эпизода выжил прекрасный футбол мы с вами смотрим на НТВ сегодня просто прекрасный Болотелли пробил мимо кто ли еще будет на Камп Ноу кто ли еще будет какой бы ни был счет в этом матче совсем немного времени остается до конца этой большой игры стоило ехать через всю Европу чтобы это увидеть живьем стоило Месси Пикер вновь наткнулся на могучих защитников Интера Самой Лейлуси упал встал готов бороться за мяч пока есть время Барселона будет бороться но попадает в положение вне игры кто-то из Барселоны время улетает на 19-й минуте Педро Родригес поставил Интер в сложнейшую ситуацию во-первых гол на своем поле Интер пропускает во-вторых пропускает первым но потом Интер выдает сумасшедший отрезок и выигрывает кусок целой матча довольно большой со счетом 3-0 и это против Барселоны там положение вне игры нет-нет-нет это еще не финальный свисток Алвес длинная передача вперед все кто могут бороться за мяч и этот фол в атаке ну что ж пока если так можно сказать учитель ученика переигрывает тактические задумки Мауриню в целом получается сработали варианты Пеппа Гвардиолы особенно во втором тайме с перестановкой Максвелла в атаку и с невыходом Тириан Ри и с заменой Ибрагимовича и игрой вместо него Пике на месте центрально нападающего эпизодами это не сработало опять обманывается публика думает что прозвучал финальный свисток нет пока что это свисток который фиксирует положение вне игры у Интера Пуйоль быстренько Ауэс но надо бить вперед секунды есть нет никаких секунд все звучит финальный свисток но господа это только первый полуфинал и какой он получился мы с вами посмотрели замечательный футбол замечательный футбол спасибо Интеру за игру спасибо Барселоне спасибо